Северная Осетия 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 мероприятия способны стимулировать и развивать интерес к поэзии у школьников. Члены жюри оценивали участников по нескольким критериям – выбор произведения, артистичность, умение вжиться в текст. Победители конкурса получат призы в виде финансовой поддержки на образовательные услуги, предоставляемые институтом. Организаторы планируют сделать конкурс ежегодным. У многих выбор стихотворения очень интересен. Это вот раскрыть многогранности самого поэта и тематику. И это вот и стихия о войне, и стихия сути человеческой души, ее потребностей. И вот это очень приятно, что вот как слово наше звучащее отзовется, оно вот сливается желанием поэта донести до нас то, что он хотел нам передать. Я считаю, что молодцы сегодня дети, молодцы. Владикавказская команда «Снежные барсы» заняла первое место на зональном этапе всероссийского турнира «Золотая шайба». Соревнования прошли в Рязани среди семи команд из разных регионов страны. Турнир проводился по круговой системе. Наши спортсмены заняли первое место, набрав 15 очков. Стоит отметить, что «Снежные барсы» в финале впервые. Соревнования пройдут в Казани с 11 по 17 апреля, где сразятся 12 команд. Сейчас ребята усиленно готовятся к ледовым поединкам. Ежедневно спортсмены отрабатывают технику, скорость и силу не только на льду, но и в спортзале. Участие уже в финале такого престижного турнира, то есть в числе 12 команд, это уже большой результат, большое достижение. Мы играем только своими силами. У нас играют ребята, которые воспитывались здесь, на этой хоккейной площадке. То есть мы никого не привлекаем, не усиливаемся, как делают другие команды. Собирают сборные, выезжают. Мы стараемся играть своими ребятами, для того, чтобы развивались наши дети.